Как привести в тонус мышцы и научиться владеть своим телом? Как найти гармонию с окружающим миром? Знания и ответы на эти вопросы знают люди, которые практикуют йогу. Здравствуйте! Это программа «Качество жизни» с Людмилой Марченко. Сегодня у нас в гостях Анна Пурнагири, практикующая йогиня. Анна к нам приехала из далекой Индии. Анна, расскажите, пожалуйста, как вы там оказались и почему вы называете свое путешествие, такое долгое путешествие в Индию, возвращением домой? Оказалось, я там около 15 лет тому назад. Это было случайно. Я начинала заниматься в то время, я была еще совсем молодой, мне было 18 лет. И мой преподаватель пригласил нашу группу поехать в Индию для того, чтобы позаниматься йогой, медитацией. И мы поехали в Ришикеш. И это, конечно, было фантастика увидеть другую страну и в таком юном возрасте поехать так далеко. Для меня это было первое путешествие за границу. Но случилось так, что когда я туда приехала, я почувствовала то состояние, как будто я вернулась домой. Поэтому я говорю, что это возвращение домой для меня. Как будто вы очень давно не приезжали домой, и вы попадаете в свой дом. Ваше увлечение йогой, оно с чего начиналось? Вы занимались самосовершенствованием, вы тренировали свои мышцы, посещали какие-то занятия йогой. Сейчас это у вас, я как понимаю, стала жизненная философия, да? Как вы пришли к тому, что йога для вас не просто набор каких-то физических упражнений и практик? Вы знаете, с чего началась моя история с йогой? Я пришла просто из интереса, из любопытства, как многие люди сейчас. Просто посмотреть, поскольку йога сейчас стала очень популярным словом и очень популярной практикой. И люди приходят туда и для физического тела, и для того, чтобы успокоить свой ум и как-то сбалансировать свои эмоции. У всех разные, так скажем, цели и изначальный толчок, почему они начинают заниматься. Я пришла из интереса туда. И для меня было открытием то состояние, которое я получила после занятия. Такое состояние глубокого спокойствия, удовлетворенности, радости. И это состояние само по себе, которое не нуждается в каких-то причинах, как обычно у людей. Что мы покупаем новую машину, для нас это радость, мы радуемся. Но через некоторое время эта радость угасает. Вот занятие йогой этого не происходит. Если вы занимаетесь, то эта радость становится больше и больше с каждым днём. А где вы черпаете источник радости? Вот это как раз и задача йоги. Открыть этот источник внутри себя и постепенно углублять это состояние внутри себя, этой радости. По сути дела, наш дух испытывает радость. Зачем люди приходят в храмы, зачем люди молятся или занимаются йогой или медитацией? Это то самое состояние, которое мы все ищем, состояние счастья. Но практикующие йогу это состояние получают в чистом виде изнутри. Вне зависимости от внешних обстоятельств. В этом красота йоги. То есть вы не подключаетесь к каким-то каналам космическим, не берёте энергию от солнца, от ветра, от земли? Ну, отовсюду берём энергию, конечно, подключаемся, как только возможно. Анна, вот вы такой необычной внешности. На вас, наверное, я бы сказала, традиционный индийский наряд, ярко-оранжевый. Что он означает и с чем связано вот такое ваше одеяние, облачение? Как правильно сказать? Да, вот этот наряд, конечно, для России немножко необычный. Но если вы приедете в Индию в таком же наряде, то вас, скорее всего, никто не заметит, потому что очень многие люди ходят в таких нарядах. И этот наряд означает то, что человек монах или монахиня. То есть вы монахиня? Да, я монахиня. Я побрилась в монахине по всем законам, по всем канонам, которые в индуизме есть. А вот индуистский монах и православный монах, ну, судя по тому, что вы прекрасно говорите на русском языке, вы родом из России, вам наверняка знакома традиционная православная культура наша. И вы можете сравнить православное монашество с индийским монашеством. Вот немножко давайте расскажите нам об этом. Да. Вы знаете, я никогда не брилась в монахе, в монашке в России, в монахине, поэтому я, конечно, не могу сказать все нюансы. Но в целом то, что я читала, то, что я слышала, по сути, мало чем отличается монашество во всех традициях, где это принято. Монашество в первую очередь означает дисциплина, аскеза, как в Индии, так и в России монахи, как правило, не выходят замуж, что это не семейные люди, это люди, которые занимаются духовной аскезой, медитацией, молитвой, то есть практикой обуздания тела, нестяжательства. Есть разные-разные вещи, правила, которые соблюдают монахи. Но в целом это аскезы в первую очередь, конечно. А вы живете в монастыре по определенным правилам и по определенному уставу, который есть там? Да. А расскажите немножко о том, что это за монастырь, как вы вообще туда попали, почему решили вы отойти, в принципе, от внешнего мира? Это случилось постепенно, нерезко. Я к этому шла, наверное, последние 15 лет, и я побрилась только в этом году. Есть такой очень большой фестиваль, очень известный в Индии, называется Кумбхамела. Можно посмотреть об этом фестивале в Гугле, в Ютубе, очень много разных роликов. Туда приезжают святые люди со всей Индии. И сейчас не только из Индии, со всего мира, потому что очень многие святые люди всего мира стали интересоваться индийской культурой, как одной из самых древних культур. И приезжают с разных стран люди специально на этот фестиваль, чтобы общаться со святыми людьми и просто посмотреть на них, получить благословение. И Кумбхамела — это как раз такой фестиваль, на котором люди получают посвящение в монашество. Мужчины и женщины разных возрастов. Нет никаких ограничений по возрасту, по касте, по национальности. К этому приходят люди, я думаю, постепенно. Как и в России тоже есть какие-то к этому причины. Наверное, просто в первую очередь это желание познать свою природу и природу того источника, от которого мы все, собственно, приходим сюда и куда мы все назад возвращаемся. То есть получите истинное знание о себе. А вот знания, которые мы обладаем и сейчас, знания нашего мира, это науки, это достижения техники. Что с ними не так, с вашей точки зрения? С ними все прекрасно, с ними все так. И это очень важное знание, конечно. Время меняется. Этого знания становится, такого технологического знания становится все больше и больше. Но чем больше технологий появляется, чем больше машин мы строим, тем почему-то мы отдаляемся от нашей естественной природы. Что происходит сейчас с людьми? Что мы живем в квартирах, у нас очень много вокруг нас всяких механистических процессов есть. Но при всем при том мы чувствуем опустошение. Нам не хватает какой-то глубины в отношениях с партнером, с друзьями. У нас очень много друзей в инстаграмах, в фейсбуке, 5 тысяч, 10 тысяч. Но у нас нет глубины в этих отношениях. И вот за всем этим многообразием и свободой мы теряем глубину и простоту. Все становится сложно. Выходят новые телефоны каждую неделю и усложняется, усложняется, усложняется. И мы теряем очень много времени и энергии на эти внешние вещи, теряя контакт с самим собой, с внутренним миром. И в этом есть и плюсы, и минусы. Но каждый решает сам для себя, насколько он счастлив. Когда мы были детьми, каждый знал, что он счастлив. Он был свободен, он радовался всему. Но люди становятся взрослее, и вот это состояние счастья, естественного такого, чистого, мы теряем его. И оно может вернуться к нам благодаря простым вещам. Общению с природой, молитве, общению с людьми, когда мы собираемся вместе. Сейчас люди все реже и реже собираются вместе для каких-то простых вещей попить вместе чай, пообщаться, поговорить о том, как нас... А в Индии это проще? Собраться вместе, быть ближе к природе и уйти от каких-то там технологий? Вы знаете, Индия очень сильно меняется сейчас. Меняется. И она стала ориентироваться на Запад. Что, конечно, сохранились в Индии места, где все это есть. Но этого становится все меньше и меньше сейчас. Мне как-то попалась информация. И ученые, филологи приводят такой пример и как сравнивают санскрит и русский язык и считают, что у этих языков есть какой-то общий предок. И очень много похоже в этих языках. Вот вы сейчас там живете достаточно продолжительное время в этой стране. Вы какие-то аналогии заметили? Что-то вас там удивило по-хорошему, потому что русский язык и санскрит, хинди похожи чем-то. Очень похожи. И люди это отмечают. Есть очень интересный исследователь у нас. Вы можете даже посмотреть. Есть отдельная лекция, очень подробная на эту тему. Я могу порекомендовать всем нашим зрителям. Есть такой человек. Его зовут Владимир Тушкин. У него духовное имя Враджендра Кумардас. Он сам относится к ващнавской традиции, то, что сейчас называют кришнаитой. Он кришнаит. И он исповедует кришнаизм. Он читает лекции на эту тему, очень интересные, философские. И он дал очень глубокую лекцию об основании того, насколько похожи эти два языка санскрит и русский. Потому что все это относится к группе... И на европейских языков. То есть у нас корни одни, но мы расселились в разные места планеты. Естественно, климат разный, условия разные. И с течением времени мы потеряли эту связь. Я очень рекомендую посмотреть его лекцию. Враджендра Кумардас, его зовут Владимир Тушкин, санскрит. Он дал очень подробное исследование. Он произвел. Очень много слов там есть, близких. И там вы можете специально посмотреть. Но если вы по-русски будете говорить в Индии, вас поймут? Вряд ли. Анна, занятия йогой в Индии и занятия йогой в России, они как-то принципиально различаются? Вы знаете, в России сейчас занимаются йогой намного больше, чем в Индии. Я хочу сказать. Потому что в Индии немножко отличается образ жизни, образ мышления людей, менталитет. И там довольно спокойная жизнь. Люди никуда не спешат. Если они намечают какие-то цели, они могут очень спокойно перенести встречу, какое-то важное событие на несколько дней, на несколько месяцев. И нет такой гонки, как если вы поедете в Москву, в Россию. В частности, немножко другой темп. И даже в Дели будет темп другой? Совершенно другой темп в Дели. Там никто никуда не спешит. Очень спокойно. Несмотря на то, что люди очень заняты, они ездят работать в офис, они делают много работы. Но все это происходит в очень спокойном ключе. Как правило, за чашечкой чая. Они пьют чай, беседуют сначала некоторое время, и потом они переходят к делам. И в связи с отсутствием этого напряжения, больше всего связано с эмоциональным напряжением, они не нуждаются в большом количестве занятий по йоге. То есть они постоянно медитируют? Они просто не напрягаются, поэтому им не нужно расслабляться. И, конечно, алкоголь люди пьют намного меньше, чем в России. В связи с таким менталитетом они никуда не спешат, нет напряжения, конфликты очень редко. Если в Индии происходит конфликт, то это значит, что действительно что-то очень серьезное случилось. Люди обычно все решают мирным путем. Если обижаются, то моментально забывают про обиды. И в связи с этим люди просто не нуждаются в таком массово таких занятиях. Хотя, конечно, очень много есть йога-школ, в частности, вот в Дели, Мумбай, в таких больших городах есть йога-студии. Женщины приходят для того, чтобы похудеть, вот как и у нас. Очень много сейчас люди, в основном, занимаясь йогой, имеют в виду физическое тело. И это неплохо. Ну да, избавиться от лишних килограммов, привести в тонус мышцы. Конечно, все это очень важно. Но, конечно, основная цель йоги не в этом. Но в целом это тоже очень важно, потому что если тело нас не устраивает, то как мы можем тогда? Наш дух тоже нуждается в хорошей машине. Наш дух ездит в этой машине, как в теле. Нужно иметь хорошую машину, чтобы она вас устраивала, чтобы все функции работали хорошо. Тогда вы проходите свою жизнь в этом теле, едете на этой машине, вам комфортно ехать. Конечно, тело имеет большое значение. Но в целом йога не только об этом. Это то, что важно сейчас иметь в виду, что те мастера, которые занимаются йогой долго и глубоко познали вот эту науку, все, кто занимаются основательно, они все говорят о том, что цель йоги является, конечно, не только в том, чтобы тело было стройным, не только в том, чтобы тело было гибким, естественно. Но в первую очередь нас интересует работа нашего ума, потому что, собственно, наш ум... В здоровом теле здоровый дух. Ну да, сейчас так говорят. Но нас интересует очень ум, потому что, собственно, ум, он и создает видение, картины нашего мира. Если мы думаем о том, что идет дождь, дождь идет, если мы не думаем об этом, то дождь не идет. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Ну, не знаю, очень сложно. Сегодня погода дождливая, и я вот думаю, не думаю, а все равно, когда вышла, я на работу и шел дождь, а я была без зонта, то было очень неуютно, когда я думала, не думала. То есть сначала пошел дождь, а потом я подумала, как же неудобно. А представьте, вы сидите в теплом доме, у вас все прекрасно, на улице идет дождь, у вас окна выходят, вы не видите, что идет дождь. Но ваш ум постоянно думает о том, что идет дождь. Вы понимаете, что наш ум, он может быть занят разными вещами. И задача йогина – занять наш ум теми вещами, которые нам действительно важны. То есть заниматься... Ну да, у нас есть определенные обязательства жизни, у нас есть дети, у нас есть родители, у нас есть ответственность, и в том числе и рабочая ответственность, которая постоянно, так скажем, держит наш мозг в тонусе. Это хорошо или плохо, в принципе, вот с точки зрения йоги? Это очень хорошо. Очень хорошо. Ну тогда мы отходим от каких-то важных задач, тогда мы не концентрируемся на чем-то там, на погоде, на ветре, на течении воды. Вот я сейчас немножко не понимаю. Вот поясните мне, обычные заботы и дела – это тоже хорошо? Это очень хорошо. Очень хорошо. Но смотрите, если вы занимаетесь медитацией, что происходит? Встречаясь с какой-то задачей в жизни, вы ее решаете. Но когда задача ваша завершена, ваш ум, этот процесс, вы можете поставить, нажать на кресте, как в компьютере. То есть можно удалить из корзин уже? Можно просто этот процесс завершить. То есть вы завершили эту задачу, вам не нужно об этом думать больше. Это называется однонаправленностью ума. То есть перед вами есть задача, вы ее решаете, и это больше не висит где-то в бэкграунде вашем уме. И таким образом остается очень много энергии для того, чтобы решать какие-то другие задачи. Вы не испытываете усталость, эмоционального перегорания, потому что ваш ум не занят теми вещами, которые вам по сути сейчас не нужны. То есть мы сейчас с вами разговариваем, нам не нужно думать о том, что идет дождь. Это дополнительная энергия, дополнительный процесс в уме. Вы понимаете, о чем я говорю. А что такое медитация? Это что нужно? Что-то читать, это нужно принять какое-то определенное положение тела. Для тех, кто не знает, непосвященные люди, которые, может быть, первый раз даже нас видят сегодня, слышат разговор про йогу. Что такое медитация? По сути, мы можем медитировать на все, что происходит вокруг. Но для начинающих, конечно, необходимо принять соответствующее положение, хотя бы сесть со скрещенными ногами в тихом, чистом, уютном месте. И закрыть глаза, и просто понаблюдать за дыханием. Это самая первая техника, которая обычно рекомендуется для тех, кто только начинает медитировать. Прикрыть глаза нужно для того, чтобы сконцентрироваться на себе. Потому что чаще всего люди, совершая какие-то действия, они не осознают даже, кто их совершает. Мы совершаем это на автомате. Мы что-то делаем на автомате, и мы не осознаем то, что мы делаем. Первая ступенька в нашей медитации в том, что мы осознаем, что мы являемся деятелем, что мы являемся тем, кто дышит, мы являемся тем, кто сидит. Мы садимся со скрещенными ногами с прямой спиной, и мы концентрируемся на точке между бровей, просто наблюдаем за дыханием. Стараемся дышать медленно и глубоко, так, чтобы осознать свое тело, свое присутствие в моменте. То есть вот эта точка, которая есть у вас тоже между бровями, она даже специально обозначена для того, чтобы лучше концентрироваться, да? Да. Чтобы другие концентрировались. То есть я сейчас смотрю, я должна смотреть на вашу точку, и тогда я концентрируюсь. Это тоже одна из форм медитации. У Шивы есть третий глаз. Вы, может быть, слышали об этом. Это говорит о возможности видеть через маю, то есть через иллюзию, увидеть истину. И у нас в нашем физическом теле эта точка связана с аджина-чакрой. Если вы слышали о чакре, то есть это такая железа, гипофиз еще на языке врачей. Гипофиз. Если мы концентрируемся регулярно на этой железе, она начинает выделять секрет и дает сигнал в мозг. У нас разрывается интуиция естественным образом. Интуиция. Это очень большая сила. Когда вы интуитивно понимаете, что происходит вокруг вас. Вас никто не обманет. Вы можете очень легко планировать свои дела наперед. То есть вы интуитивно понимаете, что нужно делать в конкретный момент времени. Медитация дает эту силу. Если честно, я для себя, например, интуицию определяла так, что интуиция – это совокупность внутренних координат, которые у меня есть, но которые позволяют мне жизненный опыт. И ориентируясь на них, уже мозг сам выстраивает какую-то программу действия в определенный момент. Вы сейчас видите, как мне с другой стороны подошли к вопросам интуиции и сказали, что это взгляд внутрь себя. Анна, когда вы появились в Индии, скажите, ваша внешность не вызывала интереса? Вы когда шли по улице, у вас, в принципе, славянская внешность, русская девушка. И вот раз так вы идете по Индии. Как вас воспринимали? Очень много славянских девушек путешествует по Индии. Есть места, где их очень много, например, в Ариндаван, Варанасе, Ришики, Эшхаридвар. Туда приезжает очень много русских людей со всей планеты, иностранцев. Есть места, где русских особенно много, например, это Вариндаван. Чаще всего у нас есть такое сообщество, называется ИСКОН, общество сознания Кришны, очень известное в России. И люди приезжают туда для того, чтобы заниматься медитацией, практикой туда. Очень много русских людей. Поэтому вообще Индия и Россия это очень старые друзья. И все те, кто меня знает там, все очень рады, что я там живу. Все очень тепло принимают, говорят, что вы наш, очень-очень старый друг. То есть, когда я туда приехала... Вас не просили блины из печени, что-то такое русское показать? Нет. Я умею готовить индийскую пищу. Очень все рады, что я могу приготовить их еду. Они приходят иногда поесть то, что там принято. Я не готовлю русскую пищу там. А когда вы сделали свой выбор, вас родственники, друзья не обвинили в том, что, ну вот, мы Аню потеряли, она стала сектанткой. Ну, как вы с этим справились? Ну, наверняка же такие были разговоры в вашу сторону. Знаете, монашество подразумевает отречение от семьи. Я не на связи со своей семьей, я не общаюсь со своей семьей. Не потому что там какой-то конфликт, а просто это как бы осознанный такой выбор. Одно из условий, так скажем, монашества. Мы не ездим домой, мы не звоним маме с папой, не просим денег. А хочется позвонить? Нет, не хочется. Вы знаете, даже нет. Еще в Индии практикуют такой, так скажем, ну, одно из направлений, может быть, медицинских знаний, это аюрведа. Вы часто обращаетесь к этому? Аюрведа, да, очень-очень интересно. У нас там есть даже компания, очень известная Патанджили, которую русские, очень многие знают, сейчас используют всякие добавки для питания, там, БАДы, крема, косметика, все натуральное, очень-очень хорошо, конечно, да. Но это особый тоже подход к организму человека, не с точки зрения, там, анатомии, а с точки зрения движения каких-то там энергий. Вот немножечко расскажите об этом, потому что в период пандемии вот вопрос, вопрос, связанный со здоровьем, они сейчас наиболее актуальны. Да. Ну, вопрос про здоровье, он очень простой, есть ответ, у нас есть иммунная система, собственно говоря, единственное, что мы можем сделать для того, чтобы поддерживать себя здоровыми в этот непростой для нас период, в первую очередь, это укреплять свой иммунитет, в Аюрведе есть огромное количество средств для этого, и заниматься дыхательными практиками для того, чтобы все время вентилировать легкие, потому что мы сейчас имеем вирус, который в первую очередь поражает легкие, вот, и люди, которые занимаются регулярно дыхательными практиками, конечно, у них намного выше, как бы, есть шанс того, что они не заболеют. Вот, и в Аюрведе говорится о пяти основных элементах, которые формируют наше тело, то есть земля, вода, огонь, воздух и эфир, это очень древние знания, вот, и о трех конституциях, типах конституции, как пита, кафа и вата, вот, и разные комбинации вот этих элементов создают нашу конституцию, у кого... Ну, наш конституцию, наше телосложение, по сути, да? Мы говорим, в России мы говорим про телосложение, в Аюрведе, подразумевая конституцию, мы говорим о соединении каких-то элементов, двух элементов, например, я приведу пример, конституция вата, если мы говорим про вату, мы говорим о том, что если у нас такая конституция, например, вата-доша. Ну, вата-то что? Что тут с ватой связано? Это не точно, затыкают окна, когда холодно, вот, вата, это название, название доша означает какой-то изъян доша, есть три типа вот этих дож, изъянов, согласно Аюрведе, каждый человек переживает вот это на своем теле, то какой-то из этих элементов, из этих пяти элементов, находится в постоянном дисбалансе. Либо это эфир, либо это огонь, либо это воздух, какой-то из элементов постоянно выходит из строя. Например, если мы говорим про вату, то у людей повышенная говорливость, повышенное беспокойство в уме, потому что эфир и воздух постоянно находятся, либо их слишком много, либо их слишком мало. Люди страдают беспокойством, хаотичность движений, постоянно куда-то бегают, туда-сюда не могут успокоиться. Но их уравновесить можно, да? Их можно уравновесить за счет питания, за счет каких-то добавок в виде трав, все это можно уравновесить. Аюрведа – это наука о долгой жизни, долгой здоровой жизни, поддержании физического тела и ума в балансе, согласно знанию вот об этих пяти базовых элементах и трех душах, которые все это есть в текстах, есть книжки про это, сейчас очень много в интернете информации. И я на самом деле использую это знание, когда я готовлю пищу для себя, и давно открылось для меня это знание. Не обязательно быть каким-то мастером, аюрведы, чтобы просто понять, что, например, в холодное время нам нужно больше огня, какие-то простые принципы. Для этого мы используем больше специй в пищу, такие как черный перец, куркума, имбирь, красный перец. А, например, съесть мясо, какую-то жирную пищу, бутерброд с салом. Я понимаю, что сейчас вы, наверное, вегетарианка, да? Да. А так люди, которые, так скажем, не сторонники вегетарианства, а таким образом подпитывают свою энергию, это же тоже правильно, целесообразно с точки зрения нашей природы? Ну, каждый решает сам для себя. У нас в России холодный климат, поэтому это, собственно говоря, употребление мяса и алкоголя, все это объясняется просто климатом. В Индии климат очень комфортный, там не обязательно употреблять мясо и рыбу, и так далее, для того, чтобы просто поддерживать энергию. Но у нас бывает иногда даже условия выживания. Да. Поэтому, собственно, это этим все объясняется в основном. И здесь вопрос не про плохо или хорошо, а моральной стороне каждый решает сам для себя. Но во всяком случае, зная каких-то базовых принципов аюрведы, вы можете скорректировать свое питание согласно времени года. Там в холодное время года нам требуется больше огня. Ну да, в холодное время года мы хотим есть борщ, а летом мы хотим готовить окрошку. Да, холодное. Чтобы охладиться. Да, конечно. Анна, какой практический совет вы могли бы дать нам, чтобы мы поддержали здоровье? И, может быть, какое-то упражнение вы порекомендуете для того, чтобы противостоять сейчас сезонным заболеваниям и вирусам? Вот с точки зрения йоги, аюрведы и ваших знаний, которые вы транслируете для нас из Индии. Я бы вам дала, конечно, одну пранаяму. Она, собственно говоря, самая базовая в йоге. С чего мы начинаем практику? Во-первых, учитывая того, что мы живем сейчас в холодное время, сейчас холодно, это такая практика, она связана с дыханием и работой пупка. Если вы положите себе ладонь на пупок, и вы начнете дышать таким образом, с выдохом вам нужно подтянуть диафрагму внутрь через нос. Активный выдох и пассивный вдох. И нужно дышать быстро 2-3 цикла в секунду. Я сейчас покажу и потом еще объясню. С выдохом через нос вы подтягиваете переднюю стенку живота вовнутрь. И это активный выдох. А со вдохом вы просто расслабляете живот. Вдох происходит сам собой. И для этой техники что она развивает? В первую очередь она увеличивает количество огня. То есть огня. Огня, связанная с пищеварением, огня, связанная с нашей активной деятельностью. Если вы будете практиковать это действие каждое утро, то вы станете в разы активней, в разы счастливее. Потому что элемент огня сам по себе дает нам радость. Вот знание об айурведе, о йоге, говорит о том, что каждый элемент из пяти, который составляет наше тело, он обладает собственной характеристикой, собственной энергией. Если каждое утро просыпаясь, вы немножко ополоснетесь прохладной, не горячей водичкой. Вот я у 15 лет уже утром омываюсь холодной водой. Вот это дает само по себе ощущение большой радости. Но к этому нужно идти постепенно, хотя бы прохладной водичкой. Вас это уже зарядит. Вы почувствуете такой эффект покалывания. И у вас появится такое очень легкое состояние в теле. И если вы потом начнете делать вот эту практику только три минуты утром, то вы станете пить намного реже кофе, намного реже зеленый чай. У вас появится энтузиазм, радость от каких-то простых вещей. За счет увеличивания вот этого элемента огня в теле. Пищеварение будет намного быстрее происходить. Вы будете успевать намного больше дел в течение дня. Ну и, собственно, противостоять всем внешним факторам, в том числе и вирусам. Да, и это тоже связано с иммунной системой, конечно. Спасибо большое, Анна. Время нашей программы незаметно подошло к концу. Я напоминаю, что это была программа «Качество жизни» с Людмилой Марченко. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова